Система рушилась, это было совершенно очевидно. Она как-то рушилась даже не то, чтобы ее кто-то разрушал, она как-то сама по себе, потому что был огромный разрыв между официальным дискурсом государственным, который остался по факту сталинским, и реалиями. То есть это огромный был разрыв, потому что на самом деле после Сталина никто не корректировал дискурс, потому что я люблю повторять, что и Ленин, и Сталин, они были крепкими журналистами. Они писали, это были публицисты, которые писали вещи, которые указывали на коррекцию курса общего. А начиная с Никиты Сергеевича Хрущева, этим никто не занимался. То есть риторика оставалась прежним, про интернационализм, про коммунистическое будущее, вот бла-бла-бла. А люди при этом уже почувствовали прелесть причастности к буржуазии. Люди ездили за границу. Лучшим вообще исходом карьеры, и партийной, и какой-то служебной, считалось, отсыл куда-нибудь за границу кем-нибудь работать. Главный редактор крупного издания, он мечтал, чтобы его послали с обкором куда-нибудь в Югославию, не говоря уже о Франции. И вот этот огромный совершенно разрыв между официозом и, собственно, жизнью, он людей как бы, какой здесь глагол подобрать, ну, он, может быть, развращал, или не знаю, но люди понимали, что они живут в совершенно ханжеском обществе. То есть они декларируют те вещи, в которые они не верят, и что-то какой-то бесконечный цирк. Существовала вот эта кухонная культура, когда люди на кухне собирались, и разговаривали разговоры. Уже, как при Сталине, никто никого за эти разговоры не сажался, и на анекдоты на все эти смотрели очень снисходительно.